Вооружение инновационного характера Вооружение инновационного характера Тульский куст оборонно-промышленных предприятий в целом успешно выполняет Гособоронзаказ. В ходе рабочей поездки в Тулу военная делегация во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко посетила ведущие оборонные предприятия Тульского региона АО «Конструкторское бюро приборостроения» имени академика А.Г. Шипуновой АО «Научно-производственное объединение СПЛАВ». Продукт национальной гордости отправной точкой визита стало структурное подразделение АО «КБП» имени академика А.Г. Шипунова АО «Щегловский вал», которое в России уже давно считается стабильно развивающимся перспективным предприятием. Оно изначально ориентировано исключительно на продукцию военного назначения разработки КБП. Здесь ведется серийное производство комплексов противовоздушной обороны, радиолокационных станций, электронно-оптических прицелов, боевых отделений легкобронированной техники. Итог этого труда хорошо известен на мировом рынке вооружения. Техника, разработанная в КБП и собранная в цехах «Щегловского вала», многократно доказала свою эффективность, в том числе и в условиях боевого применения. На нее имеется постоянный спрос, что сильно раздражает североамериканских конкурентов, и они, не имея возможности победить в конкурентной борьбе, под всевозможными предлогами вводят против российских оружейников различные санкции. Минобороны не менее внимательно относятся к продукции, выпускаемой предприятием в рамках выполнения Гособоронзаказа. Прибывшую делегацию встретил заместитель генерального директора АО «Научно-производственное объединение высокоточные комплексы» управляющий директор АО «КБП» имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев. В ходе визита делегация ознакомилась с производственными цехами, где ведется сборка современных образцов вооружения, военной и специальной техники. В частности, прошло посещение цеха сборки тяжелых машин, где собираются из РПК «Панцерс», а в цехе сборки легкобронированной техники представители Минобороны ознакомились с производственными процессами по выполнению сборки, настройки и испытания таких изделий, как «Бахча», «Бережок», «Берег» для оснащения БМП и БМД и других новейших комплексов. Заминистра также осмотрел семейство противотанковых ракет «Корнет» и «Аркан». В процессе знакомства с предприятием Алексей Криворучко заслушал доклад руководителя предприятия о ходе выполнения гособоронзаказа, перспективах развития производственных мощностей завода, масштабной реконструкции производственной базы. При этом Заминистра обороны весьма внимательно ознакомился с процессами модернизации по ряду образцов ВВСТ, стоящих на вооружении Минобороны, и работами по перспективным изделиям. Главные конструкторы по направлениям ВВСТ доложили о некоторых аспектах по работам, связанным с перспективными разработками, в том числе по новому боевому отделению. «Панцирса» выходит на этап испытания. Поставка его первого комплекта запланирована на 2019 год, затем в цехе сборки тяжелых машин заместитель главы военного ведомства заслушал доклад по арктическому зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирса», размещаемому на двухзвенном гусеничном транспортере типа ДТ-30ПМ высокой проходимости. Он предназначен для ПВО государственных, военных, промышленных и других объектов, а также группировок войск от ударов средств воздушного нападения как со стационарных позиций, так и в ходе автономных рейдовых действий в назначенных позиционных районах. По заявлениям экспертов, изюминка новой модификации ЗРПК в том, что создаваемый комплекс может передвигаться в условиях низких температур и абсолютного отсутствия дорог. Другой значимый фактор активно ведутся работы по дальнейшему улучшению тактико-технических характеристик «Панциря» за счет совершенствования различных его систем, элементов, в том числе и средств поражения. В ходе визита представители Минобороны немало внимания уделили экспозиции стрелкового и гранатометного оружия. Безусловно, для большинства военных как экзотика выглядели 7,62 мм револьвер специальной стечки Ноц-38, 9 мм пистолет-пулемет ПП-2000, магазинное оружие 12-го калибра РМБ-93, ручной шестизарядный 40 мм гранатомет 6Г-30, а вот 9 мм пистолет ГШ-18, 12,7 мм снайперская винтовка ОСВ-96, 40 мм подствольный гранатомет ГП-30М, 43 мм ручной магазинный гранатомет ГМ-94, 30 мм автоматический гранатометный комплекс АКС-30 были удостоены особого внимания. Конечно же имелись и новинки стрелкового оружия, которые находятся на этапе опытно-конструкторских работ, поэтому информация о них носят пока еще закрытый характер. Все, что могли пояснить разработчики, работы выполняются в интересах спецподразделений силовых структур России. Более детально о новых изделиях будет рассказано после успешного прохождения всех этапов испытаний, ориентировочно не раньше следующего года. Заместитель министра обороны рассказал журналистам о первых результатах посещения предприятия. Во время визита был проинспектирован ход работ по серийному выпуску ЗРПК «Панцирс», а также боевых отделений «Бережок» и «Бахча-У». Отмечено, что в целом военное ведомство удовлетворено ходом выполняемых работ. Конечно, порой возникают определенные проблемные вопросы, но они быстро и успешно решаются без ущерба общему делу. В целом продукция предприятия достойна похвалы и соответствует самым строгим мировым стандартам. На сегодняшний день комплекс «Панцирс» считается одним из лучших в своем классе. Сирийская компания и длительный опыт эксплуатации в реальных боевых условиях позволили тульским конструкторам его усовершенствовать, в результате чего значительно расширены границы обнаружения и поражения малоразмерных и малоскоростных целей. В соответствии с принятыми в Минобороны решениями модернизация коснется всех выпускаемых ЗРПК «Панцирс», в том числе тех, которые уже изготавливаются в рамках ранее заключенных контрактов. Реализуется выполнение программы по созданию новой модификации ЗРПК. Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект «Панциря для Арктики» мы получим в этом году, заявил Алексей Криворучко. В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем «Эпоха» и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок». Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3. В ходе рабочего визита прошла торжественная церемония награждения государственными наградами работников АО КБП имени академика А. Г. Шипунова за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы РФ, за отличие при введении в эксплуатацию современных образцов ВВСТ. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко вручил более 20 специалистам предприятия медали за трудовую доболесть, за укрепление боевого содружества, Михаил Калашников. Он поздравил награжденных и в целом весь коллектив тружеников с высокой оценкой деятельности и пожелал дальнейших успехов в работе на благо укрепления обороноспособности страны. В рамках программы визита под председательством замглавы военного ведомства прошло совещание, на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с перспективами взаимодействия военного ведомства и кооперации предприятия оборонки по реализации ряду проектов в рамках выполнения государственной программы вооружения до 2027 года. Сплав огневой мощи В рамках посещения предприятия ОПК Тульской области замминистра обороны Алексей Криворучко посетил НПО «Сплав», где ознакомился с производственной линией одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня и реактивных снарядов к ним. Прежде всего необходимо отметить, что холдинг ООНПО «Сплав» находится, так скажем, на этапе выхода из непростого положения. Дело в том, что его дочернее предприятие управляющая компания ПАО «Мотовелихинские заводы» в прошлом году была признана банкротом с общей суммой требований 17,7 миллиарда рублей. В рамках процедур финансового оздоровления и реструктуризации на базе предприятия была сформирована группа предприятий «Мотовелихинские заводы», под управлением которой находится военное производство. До факта на нее была возложена обязанность реанимировать выпуск продукции военного назначения, освоить производство модернизированных и новых образцов ВВСТ. При этом ранее представители военного ведомства заявляли, что, несмотря на имеющиеся трудности, «Мотовелихинские заводы» будут загружены военными заказами до 2027 года. Минобороны с оптимизмом смотрела на развитие ситуации и ожидала итоговых результатов в конце года, которые оказались положительными. Помимо выполнения обязательств текущего года, состоялась отгрузка первой партии модернизированных боевых машин по проблемному контракту пятилетней давности. В первом квартале 2019 года работы будут завершены и техника поступит в войско, заявил директор группы предприятий «Мотовелихинские заводы» Александр Анохин. По направлению ствольной артиллерии «Мотовелихинские заводы» в полном объеме выполнили работы по контрактам на изготовление, капитальный ремонт и модернизацию. Так что первые положительные результаты получены, а значит, надо развивать успех. Необходимый потенциал для этого имеется, тем более что Минобороны заинтересованы в серийных поставках новых изделий, разработанных в холдинге. Алексей Криворучко рассказал журналистам, что выполненные работы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» позволили значительно расширить боевые возможности реактивной артиллерии в калибрах 122 и 300 мм. В рамах этих ОКР были модернизированы боевые машины «Розеоград» и «Смерч» в части автоматизации процессов наведения и управления стрельбой, отметил он. Увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов. В настоящее время предприятие в интересах Минобороны выполняет опытно-конструкторские работы, направленные на расширение номенклатуры применяемых боеприпасов, дальнейшее увеличение дальности и точности стрельбы в калибре 300 мм, а также создание боевых машин в интересах инженерных войск и РХБЗ. Государственной программой вооружения до 2027 года спланирована закупка различных номенклатур и активных снарядов в соответствии с потребностью Вооруженных сил Российской Федерации, заявил Алексей Криворучко. Госаборонзаказ выполняется предприятием в установленные сроки и с надлежащим качеством. Объемы заказов, планируемых в рамках государственной программы вооружения 2027, позволяют предприятию стабильно развиваться. Все это служит убедительным свидетельством того, что НПО «Сплав» находится в зоне особого государственного внимания, и в частности Минобороны. При этом принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить имеющийся потенциал и развивать конструкторско-производственное направление РРСЗО. Тула Москва Юрий Авдеев, Красная Звезда